МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинская армия снова подвергает обстрелам Макеевку. Восстановлена работа больниц в Иловайске и Ясиноватой. Павел Губарев передал гуманитарную помощь освобожденным пленным. Добрый вечер. В эфире новости Новороссии. С вами в студии Екатерина Павленко. Несколько снарядов, выпущенных украинской армией, упали в советском районе города Макеевки, недалеко от шахты Калинова-Восточная. Один из взрывов произошел возле здания школы. Очевидцы сообщают об одном погибшем и двух раненых местных жителях. В результате взрывов осколками повреждены окна ближайших построек. Одно здание разрушено, обнаружены неразорвавшиеся снаряды. Неспокойно сегодня в нескольких поселках Макеевки жители прячутся от обстрелов в подвалах и боятся выйти на улицу. В Луганской Народной Республике без электроснабжения остается 21 шахта. По сообщению пресс-службы Донбасской топливно-энергетической компании, электроэнергию для шахт поставляла поврежденная Луганская теплоэлектростанция. Количество шахтеров, находящихся в шахтах, на момент отключения станции пока неизвестно. Также нет информации, сколько человек вышло на поверхность. Без электроэнергии на шахтах не могут работать насосы для откачивания воды и вентиляции. Ситуация усугубляется тем, что 4 сентября станция была заминирована батальоном «Айдар», поэтому сохраняется угроза взрыва. Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить подачу электроэнергии на шахты. В Украине многие учителя останутся без зарплат. Работники профсоюза образования и науки Украины написали письмо президенту Петру Порошенко с жалобой на планы правительства отправлять учителей в отпуска за свой счет. Эти планы предполагают введение неполного рабочего дня, а также уменьшение надбавок к зарплатам. В настоящее время с такими проблемами учителя сталкиваются по всей Украине. В Министерстве образования и науки утверждают, что подобных указаний не давали, но такие решения действительно принимаются местными управлениями финансов, исходя из количества выделенных из бюджета денег. Сегодня шотландцы решат вопрос о независимости своей страны. В Шотландии проходит референдум по вопросу отделения от Великобритании. По официальным данным, для участия в референдуме зарегистрировались более 4 миллионов человек из 5,5 проживающих на территории Шотландии. Избирательные участки открылись в 7 часов утра, а итоги голосования уже будут известны завтра утром. Согласно последним опросам, 49% граждан за независимость, 51% против. Специалистам Донецкой теплоэнергетической компании удалось восстановить частичную работу Луганской теплоэлектростанции. Луганская станция была обесточена в результате попадания снаряда. 17 сентября был запущен блок номер 9, сегодня блок номер 10. Электричество выдается в сеть. В Иловайске и Ясиноватой восстановлена работа больниц. В настоящее время Министерство транспорта ДНР завершает ремонтные работы в медучреждениях. Исполняющий обязанности главы ведомства Семен Кузьменко сообщил, что в ближайшее время работа больниц будет окончательно восстановлена. Туда будут доставлены все необходимые медикаменты, а прием пациентов будет проходить в обычном порядке. Как объявлялось ранее, в сентябре произошел обмен пленными между Украиной и Новороссией. Сегодня, 18 сентября, гуманитарный батальон Новороссия во главе с Павлом Губаревым передал людям гуманитарную помощь. Среди 75 пленных были не только военные, но и гражданские активисты. Они получили предметы первой необходимости, теплую одежду и продукты питания. Уничтожали пацанов, там много в ямах еще сидит, просто людей, о которых никто не знает. В нечеловеческих условиях. Выжигают на теле разные оскорбительные слова. Пытают, мучают, избивают. И это не исключения какие-то. Это обычное отношение. В Национальной гвардии, вот мы говорим сегодня о Национальной гвардии, так называемой, вот это все происходит. В пятницу, 19 сентября, состоится запланированный субботник. Место сбора в городе Донецке на улице Набережная возле спортивного комплекса «Динамо» в 12 часов дня. Запасайтесь перчатками и хорошим настроением. Это все новости на сегодня. До свидания. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!